В Сургут доставили первую партию мусорных контейнеров. Все они будут установлены на территории дачных кооперативов. Пока завезли 44 бака для мусора. Всего их будет 88. Один такой стоит 40 тысяч рублей. Вложения в 3,5 миллиона рублей обоснованы, считают в офисе регионального оператора по обращению с отходами «Юграэкология». Появление бункеров для сбора мусора позволит решить проблему несанкционированных свалок в садово-огороднических товариществах. В кооперативах, в которых нет контейнеров для сбора ТКО, мусор девается, как правило, к соседу. В худшем случае он девается на дороги, на обочины, на перекрестия дорог проселочных. Буквально вчера, позавчера компания КТА вывозила в районе аэропорта с обочин. Собирали целый день. Контейнеры за свой счет закупила транспортная компания. Поступили так, чтобы им самим не приходилось собирать мусор, разбросанный где попало, чуть ли не по всей территории отдельно взятого кооператива. Платить за установку и закупку новых баков жителям не придется. Всего в Сургуте 85 дачных кооперативов. И только у 20 из них есть договоры на вывоз ТКО. Остальные выбрасывают мусор, куда придется. Те кооперативы, которые более или менее сознательные, которые более или менее организованы, они свои контейнерные площадки организовывают. Но в них, как это не печально, оставляют ТКО практически все, кто проезжает мимо. То есть получается, что за счет более или менее сознательных кооперативов в тех точках, где мы видим, идет переполнение, скажем так, более скорыми темпами, мы ставим еще дополнительные единицы бункера для того, чтобы все-таки эту ситуацию отрегулировать и перевести в нормальный ритмичный режим работы. В транспортной компании отметили, что в самом начале работы с кооперативами контейнеры и обочины дорог были захламлены мусором. Чтобы привести все в порядок, понадобилось несколько дней. Улучшение экологической ситуации заметили и жители. Много мусора. У нас же более 1200 дворов со всех. И оттуда 7 улиц или 8, все сюда. Региональные операторы и транспортная компания готовы к диалогу с жителями. Только когда и как он состоится, пока они не понимают и сами. Ясно одно, что работать себе в ущерб ни перевозчик, ни юграэкология не будут. Однако юридические отношения этих предприятий с большей частью сургутских дачников пока не оформлены.